Домашние задания Они примерно все были одинаковые по эффективности, потому что действительно все решали задачу полным перебором, и я, честно говоря, не знаю, как здесь что-нибудь улучшить. Ну, то есть можно улучшить, но какими-то совершенно очень такими уже серьезными средствами там оценку делать вправо-влево. Для десяти чисел, наверное, не стоило этим заниматься, так что все правильно, действительно полный перебор. К сожалению, опять было очень много одинаковых решений, отличающихся только идентификаторами. Не скажу, что одно какое-то там размножалось, а вот так вот много отдельных пар. Вот одинаковая пара решений, но все-таки отличающиеся идентификаторами. То есть вот народ тратит силы для того, чтобы заменить идентификаторы. При том, что решение, в общем, совершенно нетривиальное, и, в общем, понятно, что независимо друг от друга придумать одно и то же нельзя. Я так и не понимаю, чем это вызвано. Вроде бы должны самостоятельно делать. Ну, ладно. Значит, те решения, которые разные, по-разному представляли выражения. То есть задача-то состоит, понятно, в чем. Вот если нам нужно получить разные способы записи числа с помощью скобок чисел и знаков операции, то надо решить, как мы представляем вот это вот выражение, которое затем вычисляется. Представления были разные. Чисто строковое, ну, или почти чисто строковое, где элементами представления являются символы и числа. Вот прямо так вот, в такой линейной последовательности. Ну, это самые сложные были программы, потому что, ну, тяжело очень переставлять там какие-то скобки, знаки операции, где делают всевозможные перестановки. Программы получились длинные. Было несколько таких решений. Ну, ради бога, но все-таки я считаю, что, ну, какие-то другие представления попроще. Было представление в двух одинаковых работах, было представление в виде, выражение в виде обратной польской записи, где числа и знаки операции стоят после них. Ну, тут опять какие-то сложности возникают. То есть, потом эту обратную польскую запись надо как-то преобразовывать вот в такой вот вид нормальной скобочной структуры. Мне кажется, что самым естественным представлением, которое выбрало, наверное, большинство из тех работ, которые я успел просмотреть, это представление в виде двоичного дерева. Понятно, что вот такое выражение удобно представить в виде двоичного дерева, где в каждом корне знак операции и два поддерева. Ну, или там в предельном случае узлом является просто число от единицы до десяти. Для меня это самое естественное представление, потому что строить удобно. Всевозможные такие деревья сгенерировать, в общем, проблем большой не составляет. Пройти такое дерево для чего угодно, например, для того, чтобы вычислить это выражение, или для того, чтобы напечатать его, в общем, тоже все эти процедуры хорошо известны. Так что для меня самым естественным было представление в виде двоичного дерева. Здесь я показываю, ну, наверное, не самое лучшее решение, но такое вот, которое укладывается в простые функции, скажем так, последовательно. Здесь я считаю, что операция, которая находится в корне дерева, имеет двоякое представление в виде внешнего вида этой операции и в виде, собственно, функции. Ну, потому что вот эту операцию нужно использовать для двух вещей, для вычислений и для какого-то представления этого дерева. Поэтому вот я описал такой тип, тип опер, который представляет из себя пару, знак операции в виде символа и бинарная функция, сама, собственно, операция. Ну, я описал константу, которая представляет все операции, которые в этой задаче вообще используются, сложение, вычитание, умножение, вот в виде. Таких пар, списка таких пар. Теперь, собственно, построение дерева. Ну, дерево. Дерево – это либо отдельный узел, содержащий число, либо это узел, содержащий два поддерева и вот эту самую операцию в виде такой пары. Для того, чтобы делать вывод такого дерева, ну, проще всего сделать дерево экземпляром класса шоу и определить функцию шоу спрек или шоу, как вам удобнее. Но это мы делали, и здесь на самом деле все ровно то же самое, что уже было на лекциях. Записываем левое поддерево, правое поддерево, скобки и знак операции. Ну, именно знак операции. То есть здесь вот из этой пары используется именно символное значение знак операции. Функция не используется. Ну, вот здесь функция, которая вычисляет значение, представленное этим деревом. Ну, тоже совершенно понятно, только здесь уже используется не знак операции, а сама операция в этой паре. Второй элемент используется. Я просто вычисляю рекурсивно значение левого поддерева, правого поддерева и выполняю эту операцию. Дальше. Дальше мне нужно строить всевозможные такие деревья, сделать полный перебор. Первая функция pairs на этом пути берет исходный список чисел, на самом деле от единиц до десяти, и строит список всевозможных пар, всевозможных разбиений, между которыми вставляется знак. Ну, вот так последовательно будем делать. Например, с помощью функции split add. Split add разобьет список на пары. Вот этот список. И для каждого числа от единицы до длины минус один, вот это разбиение проведем. Получим такой список пар, список всевозможных разбиений. Ну, их тут не очень много, всего девять будет. Дальше. Дальше. Дальше еще отдельная функция тут у меня, ну, для простоты, которая еще вставляет между каждыми, каждый из этих пар вставляет еще и операцию заданную. Получая тем самым список таких вот троек. Значит, мы сначала строим список пар, а затем еще вставляем внутрь операцию. Ну, такая промежуточная функция, на самом деле, отдельно, наверное, она и не нужна. Дальше. Дальше мне нужно построить всевозможные вот такие вот разбиения, причем вставлять нужно все возможные знаки операции, все возможные операции. Ну, и по списку целых операция All Triples, вот эта функция, строит уже для всех операций, которые задействованы в нашей задаче, для всех трех операций, проделывает вот это самое, строит тройки. И соединяет все в единый список функции ConCAD. Замечательно. Ну, и, наконец, строим всевозможные деревья, ну, тут уже чистая рекурсия. Вызываем функцию, которая по вот такой построенной тройке строит всевозможные деревья, где левое поддерево построено из первого подсписка, левого подсписка, правое поддерево построено из правого подсписка, ну, и вот строятся всевозможные такие деревья. Ну вот, собственно говоря, практически и все. Дальше осталось только из всех этих деревьев выбрать те или хотя бы одно такое, значение которого совпадает с тем, чем нужно. Вот основная функция в самом низу. Она просто берет строить всевозможные деревья из заданного списка, вычисляет их и с помощью функции find, стандартной функции, находит то дерево, значение которого равно n. Первое такое дерево, но больше нам не надо, на самом деле. Находит первое дерево, значение которого равно n. И печатает результат. Если вдруг ни одного такого дерева не будет, то тогда функция find выдаст nothing. И в этом случае будет напечатано impossible. Ну, на самом деле, это решение, наверное, простое, но его можно улучшать в самых разных направлениях. Первое, что бросается в глаза, это то, что тут очень много функций, которые, ну, явно лишние на самом деле. Все вот это построение деревьев, там, все вот эти тройки, пары и прочее, все можно было бы записать в виде одного выражения, не слишком сильно ухудшив наглядность. И очень много людей действительно так и сделали, и, наверное, правильно. Я здесь просто стремился все разделить по шагам. Это такая текстовая оптимизация, что ли, улучшение текста. Второе, ну, наверное, можно было бы что-нибудь сэкономить и на вычислениях. Например, понятно, что некоторые поддеревья будут встречаться многократно одни и те же, и мы будем каждый раз вычислять значение этого поддерева. Ну, само по себе вычисление довольно быстро происходит. Тут вся сложность в основном это построение. Скорость мы теряем в основном на том, что очень много деревьев строится. А на том, что мы вычисляем эти деревья, там уж одинаковых-то деревьев не так уж будет много. На этом мы сильно много не потеряем. Но все-таки можно соптимизировать. Можно, скажем, в каждое дерево при построении добавлять сразу же его значение. Потому что вычислить-то его очень просто. Если значение поддеревьев известны и операция известна, то мы при построении дерева можем сразу же записать туда и значение всего вот этого дерева. Всего вот этого выражения. Я даже написал такое улучшение. Ну, оно, правда, оказалось чуть менее наглядным. Ну, потому что еще один элемент добавляется в узел дерева. Значит, получается, значение еще добавляется. На самом деле, просто в определении дерева, вот здесь, можно добавить еще один элемент, еще один int значения этого дерева. Ну, и там не очень много надо будет изменить в самой программе, но как-то получается немножко более неуклюже. А главное, что я проверил, и действительно на скорость работы это сильно не повлияло. Ну, скажем так, вот на моей домашней машине, там, для числа 2011, это как считалось, там, секунд 30-35, так вот оно и считалось, секунд 30-35. Ну, может быть, там, ну, может быть, было 35, стало 33, там что-то. То есть, в общем, как-то так не очень существенная оптимизация получилась. Как ни странно, довольно быстро работают те программы, которые генерировали всевозможные вот эти выражения просто в текстовом виде. По-видимому, все-таки, вот эта работа со строками как-то оптимизирована в этом компиляторе достаточно хорошо. Я, в общем, удивился, что вроде бы программа, ну, по сути, та же самая, но сама по себе более сложная, потому что работать со строками сложнее. Ну, количество операций, понятно, то же самое. Мы по-прежнему перебираем всевозможные выражения, все равно строим всевозможные вот эти выражения. Вроде бы программа более сложная, работает там чуть ли не в два раза быстрее. Хотя, по сути, все, в общем, то же самое. Ну, так вот интересно и было для меня даже несколько неожиданно. Как сюда перейти-то, как нажать-то вот так вот, да. Так, вторая задача. Вторая задача совсем простая. Действительно, просто надо было честно перебрать всевозможные способы разбиения строки на слова, на подстроки. И, в общем, из тех, кто решал, ну, как-то ни у кого особых затруднений не было. И почти одинаковые решения были. Единственное, что мне показалось не очень правильным, если люди, исследуя исходную строку, начинают разбирать ее по символам. Символ за символом. Мне кажется, что это вот не очень эффективно. На самом деле, на тех примерах, которые мы тут прогоняли, трудно понять, насколько быстро или медленно работает программа. Слишком короткие были примеры. Ну, никаких длинных примеров я построить, извините, не удосужился. Но все-таки, наверное, более правильно работать сразу со словами. Брать их из словаря и уже работать прямо со словами. Но здесь тоже я постарался как можно проще сделать структуру программы. Вот это первая функция, StartSwiss. На самом деле, есть такая стандартная функция в модуле List. Называется IsPrefixOf. Фактически делает то же самое. Проверяет, верно ли, что некая строка является префиксом другой строки. Ну, вот здесь, на всякий случай, я ее переписал, потому что, действительно, многие люди тоже ее писали. И мне кажется, что, ну, вот очень простой способ, действительно, взять, просто отрезать нужное количество символов, проверить на совпадение. Почему-то писали какие-то сложные рекурсивные функции. Никакой тут рекурсии не надо. Ничего тут, ничего похожего на рекурсию не надо. Ну, а дальше чистый перебор. Вот, собственно, вся программа. Вспомогательная функция GetStartWords выбирает из словаря дикт только те слова, с которых начинается исходная строка. То есть я фильтрую. Словарь теми словами, которые вот начинаются, фильтрую функции, которые проверяют, является ли слово префиксом этой строки. Получаю такой вот набор префиксов. Их не очень много. Ну, а дальше главная функция Split. Это просто рекурсивная функция. Если вот этот список префиксов пустой, значит, строка не начинается ни с одного слова, значит, вариантов нет, выдается пустой список. В противном случае вызывается функция AppendAll для всех вот этих вот префиксов. Функция AppendAll для каждого префикса просто рекурсивно вызывает функцию Split, отбросив этот префикс из строки. И потом это слово присоединяет в разбиение. Что у меня получится набор разбиений, начинающихся с данного конкретного слова. Ну и опять же, я все такие наборы соединяю. Такая довольно несложная программка. Были очень изящные программки у некоторых студентов. Некоторые решения буквально чуть ли не в одну строчку записаны. Все вот это вот, ну, с использованием стандартной функции. В общем, даже мне понравилось. Так это изящно, но, как обычно, бывает довольно непонятно. Я все-таки для представления выбрал такой более понятный вариант. Ну, о домашнем задании я еще после лекции сейчас поговорю. Да. Первый из задачи домашних заданий. Сколько было самое быстрое время для получения вопросов? Во-первых, есть ли самый вопросов у кого значения 10,5,2, 10,10? Ну, естественно, нету. Потому что даже если все перемножить, то... А, вы спрашиваете, существуют ли числа меньше, чем 10! плюс 2, которые невозможно в таком виде представить? Не знаю, я не нашел, а проверять все мне было ленило. А доказывать я тоже не знаю, как. Сколько работал за магистрами? И после того, проверки, что он действует право введено? Ну, я так, навскидку, не помню. Помню только что мое вот это решение, которое я представлял только что, работало на полный перебор на моей машине чуть меньше часа. А лучшее решение, самое быстрое, по-моему, работало минут 15, что-то вот так. То есть раза в 4 лучше, чем вот то, которое я здесь представлял. То есть были, на самом деле, действительно довольно быстро работающие программы. Я после чего и затеял всякие попытки оптимизации, такой несложной оптимизации, но что-то мне не удалось несложно оптимизировать. Как-то неожиданно это все для меня получилось. Мы с вами, на самом деле, занимаемся лямбдоисчислением. В лямбдоисчислении есть такая проблема. Если мы последовательно делаем редукции выражения, может оказаться, что в какой-то момент редукция очередная приводит к неправильному выражению. Вот рассмотрим вот такое выражение. Что оно из себя представляет? Вот эта внутренняя часть, это на самом деле просто функция сложения двух чисел x и y. Лямбда y, лямбда x плюс xy. Эта функция сложения, это на самом деле просто плюс. Больше ничего. Другое выражение для плюса. И эта функция сложения применяется к фиксу. Все вот это выражение, на самом деле, это просто функция, которая выдает функцию сложения со своим аргументом. Делает такое частичное применение. Давайте попробуем вот это выражение редуцировать. Применять к нему редукции. Здесь на самом деле видно, что вот есть один редекс, одно выражение, которому можно применить редукцию. Бета-редукцию. Можно взять и вот этот x подставить в тело функции вместо аргумента, здесь аргумент y. К сожалению, если мы это сделаем, подставим в тело, вместо свободного вхождения y, этот x, возникнет конфликт имен. Потому что x уже есть внутри, уже есть связанный x. Мы подставляем этот x в то место, где на самом деле уже есть другой связанный x. Поэтому чисто текстуальная подстановка не проходит. Получается вот такое выражение, и это, конечно, совсем не та функция, которая была с самого начала. Ну, разумеется, можно сделать переименование переменных каких-нибудь. Да, ну вот проблема в том, что у нас есть уже связанное вхождение переменной x, а мы подставляем другой x, который в этом внутреннем выражении будет свободен, вместо другой переменной, а это другой x. Свободный в этом выражении. Вот на самом деле связь должна была бы быть устроена в этом конечном выражении таким образом. Внутренний x связан со своим x, внешний x связан со своим x. К сожалению, по тексту этого никак не видно. Ну и отсюда видно, что выражение на самом деле неправильное. Вот, получилась вот такая связь. Можно сделать переименование сначала. Например, вот этот внешний x переименовать в оригинальную переменную z, которой больше нет нигде. Тогда можно спокойно делать бета-редукцию, подставить z вместо y, получить вот это выражение. И это правильное выражение. Оно действительно выражает то, что мы хотели. Это действительно функция сложения с одним фиксированным аргументом. Все то же самое. Ну, на самом деле, здесь есть еще один вариант преобразования. Дело в том, что здесь возможно сделать это преобразование. Потому что выражение, которое находится под внешним лямбда x, представляет из себя применение некоторой функции к x. и этот x свободно внутрь выражения этого не входит. Поэтому в данном случае можно сделать это преобразование, просто взять вот эту функцию, вытащить отсюда, ну и получить, разумеется, то же самое, с точностью до обозначения переменных. В чем проблема? Проблема в том, что непонятно, когда нужно проводить вот это переименование, для того, чтобы избежать конфликта. Конечно, можно всякий раз при подстановке проверять, вот туда, куда мы подставляем, не находится ли в этом контексте еще и связанное вхождение той же самой переменной. Но это, в общем, такая достаточно серьезная проверка. Если происходят вот такие преобразования на какой-то структуре типа дерева, то, в общем, это лишняя работа. Ну, а если говорить о чистой математике, то получается, что вот эти правила преобразования не такие простые, как были сформулированы с самого начала. Я-то говорил, как, что такое бета-редукция? Берем вот этот аргумент и подставляем вместо всех свободных вхождений соответствующей переменной. А на самом деле правило оказывается более сложным. Надо сначала посмотреть, нет ли там еще и связанное вхождение этой переменной. Только тогда уже делать подстановку, а если нету, а если есть, то тогда сначала нужно сделать альфа-преобразование, переименование переменных, а потом уже делать бета-редукцию. Отчего все эти проблемы возникли? На самом деле возникли они, можно сказать, на пустом месте. Мы пытаемся сделать редукцию внутри тела функции. Если мы исполняем преобразование в нормальном порядке, то есть идем снаружи внутрь, а не изнутри, то вот такая подстановка в контекст, где есть уже связанные вхождения переменной, возможно в единственном случае. Если у нас действительно есть свободная переменная. То есть мы делаем подстановки внутри тела некоторой функции. Этот х уже связан каким-то внешним вот этим лямбда. Фактически эта функция внешняя, ну как мы видим, ничего не вызывает. То есть никаких дальнейших преобразований с применением этой функции уже не будет. Таким образом, сама вот эта функция, пожалуй, является уже окончательным результатом в некотором смысле. То есть можно сделать внутри тела функции какие-то преобразования, но можно и не делать. с точки зрения математики, это не совсем нормальная форма, потому что в ней есть редексы, но почти нормальная форма. То есть это форма, в которой, ну скажем так, бессмысленно делать редукции, потому что все равно мы не получим ну какого-то какого-то более, существенно более простого выражения. Мы упрощаем только тело функции. Поэтому можно на самом деле избежать вот таких всяких проверок и конфликтов имен, просто не доводя дело до того, чтобы заниматься ненужными подстановками, ненужной редукцией. Отсюда появляется такое вот, такое понятие слабая заголовочная нормальная форма. Что это такое? Ну вот, про нормальную форму мы говорим, что это выражение, в котором вообще нет редексов. А здесь мы сейчас перечислим всевозможные выражения, которые вообще могут быть, и отметим те из них, которые находятся в слабой заголовочно-нормальной форме. То есть те, в которых не нужно делать редукции, даже если они есть. Ну, во-первых, если это константа, то, конечно, она находится в слабой заголовочно-нормальной форме. Она, впрочем, вообще в нормальной форме находится. Я пропустил переменную свободную, потому что мы занимаемся только замкнутыми выражениями, в которых все переменные связаны. Если у нас есть определение функций, то есть выражение вида λx точка какое-то тело, то даже если вот это e само не находится в нормальной форме, мы, тем не менее, говорим, что все вот это выражение λx точка e находится в слабой заголовочно-нормальной форме. Если мы дошли до такого выражения, до выражения такой формы, то дальше уже преобразований можно не делать внутри тела функции. Ну, еще эквивалентное этому выражение вот какое. Может быть, применение некоторой примитивной функции, встроенной такой вот, заданной такой константной функции, есть ли у нее недостаточное количество аргументов. Вот если у нее уже есть k аргументов, а эта операция требует n аргументов, и это n больше, чем k, то это опять означает, что сами аргументы, конечно, можно редуцировать, но смысла в этом нет. Фактически, вот такое частичное применение примитивной функции соответствует тоже некоторым лямбдовыражению. У нас тоже получается некоторая функция в результате. И вычислением вот этих ненужных аргументов тоже заниматься не будем. Поэтому будем говорить, что такое выражение тоже находится в слабой заголовочной нормальной форме. Ну, собственно говоря, и все. Потому что осталось-то еще что? Просто применение чего-то к чему-то, какого-то выражения Е1 к выражению Е2, где Е1 некоторые функции, Е2 некоторые функции. И если в самих этих Е1 или Е2 можно делать какие-то редукции, ну, сначала в Е1, потому что мы слева направо двигаемся, то мы будем их выполнять. Ну, и вот, если так, то вот это выражение, в котором встретился конфликт имен, мы говорим, что оно уже находится в слабой заголовочной нормальной форме, поэтому редукции к нему применять вообще не нужно. Хотя и есть редекс. Таким образом, мы будем говорить, что наш основной способ преобразования выражений, ну, или вычисления выражений, ну, преобразования, будет заключаться в том, что мы будем делать всевозможные редукции в нормальном порядке до того момента, когда выражение не придет к слабой заголовочно-нормальной форме. Не просто к нормальной форме, а именно к слабой заголовочно-нормальной форме. Фактически в языках программирования реально происходит именно это, потому что если мы получили некоторую функцию, ни один интерпретатор никогда не будет заниматься упрощением тела этой функции, вычислением внутри этой функции. Получили функцию и получили. Но мы потом еще построим интерпретаторы, поэтому, в общем, увидим, как это все работает на самом деле на практике. Так что вот такая модель вычислений, нормальный порядок редукции и доведения до слабой заголовочно-нормальной формы, это, в общем, такая вот хорошая модель таких вот вычислений в функциональных языках. Единственное, что насчет ленивых вычислений, все-таки мы до сих пор занимались только текстовой подстановкой, и это приводило к тому, что один и тот же аргумент мог быть подставлен несколько раз в выражение, и если он сложный, тогда приходилось вот это выражение несколько раз перевычислять. А в ленивых вычислениях на самом деле вычисления происходят только один раз. Ну, если мы только текстовые делаем такие вот преобразования, то на самом деле ничего не поделаешь, очень трудно как-то сделать по-другому. Можно считать, что на самом деле подстановка сложного аргумента происходит, ну, как бы вот по ссылке. То есть, если у нас есть какое-то выражение, и мы подставляем аргумент в тело функции может быть несколько раз, и сам аргумент может быть сложный, то подстановку можно производить не текстовым образом, как вот мы раньше делали. Вот в тело подставлено выражение, и его приходится два раза сосчитать, прежде чем мы придем к нормальной форме. А можно попробовать сделать вот такую подстановку, ссылочную. То есть, на самом деле, вместо переменной x, на самом деле выставляется ссылка на это выражение. Оно как бы это выражение на этом месте есть, но экземпляр только один образуется. Тогда дальше мы выполняем действительно вот эти преобразования, и по очереди мы должны выполнить дельта-редукцию над этим x-ом, то есть, над выражением звездочка 2, 3. Но, когда мы выполнили эту редукцию один раз, то автоматически ссылка на это место получилась и из другого аргумента тоже. Ну и поэтому теперь оба аргумента вычислены, и мы можем спокойно выполнить следующую дельта-редукцию, получить то же самое значение. Ну вот это некоторая модель вычислений, которая на самом деле очень близка к тому, что происходит на самом деле при вычислениях в функциональных языках. Итого мы имеем следующее, если подводить итоги, механизмом редукции в лямбдоисчислении. Во-первых, нормальная форма существует только одна, и в любом случае смысл, окончательный смысл после применения всех редукций будет один и тот же, независимо от того, в каком порядке мы применяем редукции. Правда, может оказаться так, что в конце концов мы и вообще не придем ни к какому решению зациклимся, ни к какой нормальной форме, ни к слабой заголовочной нормальной форме. То есть вот это может зависеть, но если уж мы получили какое-то решение, то его функциональный смысл всегда будет одним и тем же. Второй вывод, самый надежный способ, при котором мы всегда получим нормальную форму, ну или по крайней мере слабую заголовочную нормальную форму, если только она существует вообще, это редукции в нормальном порядке. Ну и некое соответствие реальным вычислением функциональных языках. Аппликативный порядок редукций, который все равно приводит к слабой заголовочной нормальной форме, соответствует энергичным вычислениям, а ленивым вычислением соответствует нормальный порядок редукций, но, правда, еще вот нужно делать так называемое разделение переменных. То есть, что вот одни и те же переменные разделяют одно и то же выражение. Ссылочное представление переменных такое. Вот. Ну, теперь дальше. Как мы видели, лямбда-исчисления – это исчисления безымянных функций. Все лямбда-выражения в лямбда-исчислении – это выражения, в которых функции не имеют имен. И, в общем, без этого можно спокойно обойтись. Но есть ведь рекурсивные функции, и хочется понять, а вообще представимы они в лямбда-исчислении? Как можно в лямбда-исчислении смоделировать рекурсию? Вопрос, на самом деле, не такой простой, сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Давайте посмотрим. Вот определение почти в лямбда-исчислении, где все-таки вот этому лямбда-выражению задан, сопоставлен некоторый идентификатор. Сопоставлен исключительно для того, чтобы использовать его в рекурсивном вызове. Ну, конечно, это факториал, такая вот простая рекурсивная функция. на самом деле, что на это место нужно подставить? А вот надо подставить как-то саму вот эту функцию. Давайте сделаем один шаг, сделаем другую функцию, назовем ее FB, навесив лишний еще аргумент на исходное выражение. То есть эта функция от F, результатом которой служит ну вот этот наш факториал, только вместо факториала стоит вот этот аргумент F. Разумеется, вот это выражение FB, но оно, конечно, не рекурсивное, мы ее можем записать, но это не факториал, к сожалению. Это всего лишь функция такая, что если ей факториал передать в качестве аргумента, то результатом ее вычисления будет тот же самый факториал. Надо найти такую функцию, такое значение, вот этот самый факт, который совпадает с результатом применения FB к этому же самому значению. Говорят, что нужно найти неподвижную точку функции FB. Ну, это знакомое понятие неподвижная точка, то есть надо найти такое значение, что если мы применяем функцию к нему, получаем его же самого. Ну, эта неподвижная точка здесь, это функция некоторая, но это не важно, все равно это неподвижная точка. Оказывается, вообще говоря, какова бы ни была вот эта функция FB, всегда можно формально найти ее неподвижную точку. Хотелось бы написать или определить такую функцию, здесь она обозначена Y, которая вычисляет эту самую неподвижную точку. То есть, если этому Y передать функцию FB, то Y вычисляет неподвижную точку, то есть, такое значение, для которого справедливо вот это соотношение, которое написано наверху. Всякое такое Y, всякая такая функция Y должна тем самым удовлетворять вот такому уравнению. Основное уравнение, которое характеризует вот этот специальный Y-комбинатор. То есть, если мы применим его к некоторой функции, то вот этот результат есть неподвижная точка функции F. Говорят, что это комбинатор нахождения неподвижной точки. Ну, комбинатор, потому что это функция, у нее аргумент функции, результат тоже функция. Говорят, что это комбинатор неподвижной или фиксированной точки. Рассмотрим вот такое выражение Е. Немножко похоже на функцию самоприменимости, но все-таки чуть более сложная. Здесь два раза встречается одна и та же функция, которая H применяет к результату применения X к себе. вызывается X и его аргументом служит сам X, а потом к этому результату применяется H. И вот применение такой функции опять же к себе служит телом функции от H. Оказывается, это Y-комбинатор. Это комбинатор фиксированной точки. Это комбинатор, который, кстати, придумал тот самый Хаскел Карри, именем которого назван Хаскел. Он так и называется обычно Y-комбинатор Карри. Давайте проверим, что это действительно Y-комбинатор, что это действительно комбинатор неподвижной точки. Пусть у нас есть некоторая произвольная функция F. Давайте посмотрим, что получится, если этот комбинатор применить F. Сделаем несколько шагов рекурсии. Сделаем несколько редукций, извините, какая-то рекурсия. Сделаем несколько шагов редукции. Ну, первый шаг это подставить F вместо H в тело функции. Вот тело нашего Y-комбинатора, где вместо H подставлен вот эта функция F. Это редекс. Здесь некоторая функция применяется к себе самой. И мы можем сделать один шаг редукции, подставив этот аргумент опять же сюда в тело вместо X-а теперь уже. Очевидно, что мы получим вот такое выражение. F теперь вот это находится на внешнем уровне, а X примененное к X-у мы просто подставили вот это выражение вместо X-а и получили опять очень похожую вещь. Что из этого следует? А из этого следует, что вот если мы Y применяем к F, то мы получаем выражение, которое в точности совпадает с F примененному к этому же самому выражению. А это и есть то самое тождество, которое говорит о том, что мы действительно имеем Y-комбинатор. В этом смысле мы уже доказали, что Y действительно является комбинатором неподвижной точки. Правда, здесь есть один недостаток. То, что получилось, вообще говоря, не является выражением в нормальной форме. Правда, я не знаю, что это за функция F. Но, тем не менее, если мы будем вычислять аргумент этой функции F, то мы опять сделаем тот же самый шаг, и мы получим F от F от чего-то. То есть, вот я не знаю, какова эта функция F, и не надо ли мне здесь проводить какие-нибудь вычисления на самом деле. Но если мы будем вычислять аргумент постоянно, то на самом деле мы зациклимся. Это означает, что при энергичных вычислениях, в энергичной модели вычисления, мы никогда до конца вычислений дойти точно не сможем. Но если для нас основной моделью вычислений является нормальная модель вычислений, нормальный порядок редукции, то на самом деле не исключено, что все будет на самом деле хорошо для этого Y-комбинатора. Давайте проведем эксперимент вот с тем самым факториалом. Посмотрим действительно ли соответствующее лямбда выражение ведет себя как факториал. Давайте посмотрим. Сначала возьмем вот эту функцию FB, ну и мы говорим, что для того, чтобы получить факториал, мы должны к этому выражению FB применить комбинатор Y. Ну или в полной запись это получается вот такая вещь. Ну длинное выражение есть вот это вот тело это FB вот где-то начиная примерно с середины это FB а в начале здесь это сам Y-комбинатор вот Y-комбинатор применяется к этому FB. Нет смысла вычислять это выражение потому что ну мы ничего на самом деле хорошего не получим но есть смысл попробовать вычислить значение нашей рекурсивной функции на каком-то конкретном аргументе и посмотреть действительно ли рекурсия работает так как и ожидается например мы можем применить это выражение ну скажем к двойке и посмотреть как последовательно оно будет преобразовываться в применении его к единице потом к нулю и потом когда мы применим его к нулю мы действительно получим единицу и в конце концов вот это выражение уже приведется к нормальной форме ну тут следить наверное будет достаточно сложно но я попробую все-таки какие-то основные вещи показать итак у нас есть выражение сложное но которое я здесь снова записал коротко Y от FB выражение для факториала которое применяется к двойке на самом деле мы знаем как происходит один шаг вычисления здесь вот это FB выносится наружу мы получаем выражение FB от того же самого Y от FB значит здесь FB применяется к Y от FB и потом уже к двойке но вот здесь уже интересно что из себя представляет вот эта самая функция FB вот она и мы можем на самом деле подставлять выражение Y от FB и двойку сюда вместо F и N не вычисляя эти аргументы сделаем эту подстановку то есть заменим в теле этой функции F на вот это сложное выражение Y от FB и N на двойку это будет как раз первый момент когда мы фактически факториал применяем к двойке вот прошла подстановка а ну сначала вот еще первый шаг подстановки где мы подставили Y от FB вместо F вот там вот этот наш факториал попал на свое место ну и потом двойку подставляем вместо N вот получаем вот это тело это условное выражение оно проверяет равна ли двойка нулю не равна поэтому остается только та часть которая вот здесь вот в конце и в этой части у нас снова тот же самый факториал представленный сложным выражением Y от FB применяется уже ну на самом деле это единица здесь уже факториал применяется к единице и поэтому когда мы сделаем следующий шаг мы увидим что там вот уже факториал применяется к единице а умножение результата на двойку вынесено ну опять делаем подстановку опять делаем еще одну подстановку теперь уже вот этого выражения минус два один я здесь попытался сохранить его минус два один минус два один минус два один на самом деле это просто единица фактически снова происходит работа условного IF он снова проверяет что вот эта единица не равна нулю и мы получаем выражение в котором наш факториал применяется уже к нулю от единицы вычитается единица еще один шаг теперь вместо n подставляется фактически значение нуля ну тут я уже написал его коротко вот таким образом IF срабатывает таким образом что единица остается рекурсивный вызов исчезает мы пришли к базовому случаю получили единицу и довели вычисление не до конца так что действительно вот это применение Y комбинатора позволяет нам получить рекурсивную функцию которую можно применять реально без явной рекурсии на самом деле существуют и Y комбинаторы которые можно применять и в энергичных вычислениях ведь здесь на самом деле дело-то не в том что что вообще невозможно такое вычисление провести дело в том что мы его пытаемся проводить слишком рано если чуть усложнить Y комбинатор навесить на него еще парочку функций так чтобы он вот даже при срабатывании некоторым своем все-таки не пытался вычислить все до конца то мы в конце концов можем получить Y комбинатор работающий и при энергичных вычислениях ну так же как когда я вам рассказывал про систему Бекуса то говорил что в общем такие вполне ленивые вещи на самом деле путем запроцедуривания превращаются в функции которые можно применять в энергичной модели вычислений на самом деле похожую вещь можно сделать и здесь но я уже не буду приводить этого более сложного Y комбинатора вы можете в любой литературе или там в википедии где угодно наберите Y комбинатор и вы получите очень много информации разные Y комбинаторы комбинаторы фиксированной точки в том числе и ну конечно же вот этот простейший Y комбинатор карри и другие Y комбинаторы в том числе такие достаточно интересные напридумывали их достаточно много ну посмотрите википедию там любопытный есть пример значит как быть со случаем взаимной рекурсии когда у нас есть несколько выражений для функций и в каждом из этих выражений встречаются вот вызовы других функций есть набор взаимно рекурсивных функций ну в этом случае все можно свести к обычной рекурсии просто путем объединения всех функций ну например если мы считаем что у нас есть стандартные вот такие вот кортежи и функции которые строят кортежи и наоборот могут выделить из кортежа какое-то значение нам потом эти функции понадобятся поэтому я сейчас их введу сразу же вот пусть пусть у нас есть набор функций кортежирования то есть некое бесконечное множество таких примитивных функций тапал n для всевозможных n натуральных которые из набора из n выражений строят кортеж вот этот самый t может быть построен из f1 и так далее fn путем применения такой функции тапал n где n вот некоторое число будем считать что и наоборот у нас есть функция индексации которая позволяет it элемент кортежа выделить по индексу и заданному индексу и из кортежа выделяется и т функция тогда мы можем все выражения вот эти f1 f2 и так далее fn собрать в один кортеж причем в теле каждой вот этой функции в каждом этом выражении идентификаторы f1 и так далее fn заменяются на индексацию самого вот этого кортежа ну потому что мы выделяем it элементом 1 2 n и так далее из того же самого кортежа ну и мы на самом деле получили таким образом простую рекурсию просто таким вот механическим объединением ну теперь конечно мы можем вот эту эту простую рекурсивную функцию выразить без помощи рекурсии с помощью y комбинатора путем преобразования ее в другую функцию навесим вот это лямбда лямбда t во все вот это выражение и потом применим y комбинатор найдем неподвижную точку ну и тем самым вот у нас будет выражение для для вот этого t ну если мы хотим еще получить выражение для отдельных функций f1 f2 и так далее fn то еще можно применить индексацию к этому t мы получим отдельные выражения для каждого f этого это уже вот такие нерекурсивные выражения для каждого отдельного f этого вот так что можно без рекурсии обойтись хотя и это сложно y комбинаторы сами по себе непростые но любые рекурсивные функции могут быть выражены в лямбда исчислении с помощью этих y комбинаторов ну вот мы правда еще все время говорили о том что у нас есть некий набор встроенных или примитивных функций и некоторые из них мы использовали довольно интенсивно if ну всякие там арифметические функции для того чтобы что-то там такое получать мы собирали что-то в кортеже ну или списки на самом деле собирать все равно во что лишь бы можно было во что нибудь собирать а вообще в оригинальном лямбда исчислении ничего такого не было лямбда исчисления на самом-то деле не содержит никаких констант и никаких встроенных функций давайте сейчас займемся немножко чистым лямбда исчислением это такая чисто теоретическая часть которая нам потом больше нигде не понадобится лямбда исчисления черч строил для того чтобы промоделировать любые функции и вообще как бы сказать всю математику то есть ну надо было построить по крайней мере арифметику ну и еще показать каким образом можно строить сложные значения из простых давайте мы сейчас промоделируем всевозможные константы с помощью только лишь лямбда выражений таким образом у нас остаются только функции лямбда выражения представляют из себя функции и на самом деле число любое значение любая арифметическая функция ну значит понятно что арифметическая функция это функция но вот то что число это функция как представить число в виде функции на самом деле не очень понятно вот сейчас мы этим займемся в этом нашем чистом лямбда исчислении разумеется будут тем самым отсутствовать будет отсутствовать такая вещь как дельта редукция просто потому что никаких констант и встроенных функций просто нету значит будут только лямбда выражения и соответственно только бета редукция займемся сначала моделированием логических значений булевых функций ну и такой важной функции как if займемся именно этим сначала потому что это довольно просто мы хотим промоделировать функцию if эта функция имеет три аргумента p e1 и e2 и она должна работать таким образом она должна вычислить значение p и если это значение истинно то дальше вычислять e1 а если ложно то дальше вычислять e2 мы еще не знаем как представлять логические значения сами по себе и что значит истинно или ложно но давайте представлять самым простым и естественным образом будем считать что логическое значение это функция ну понятно что это функция потому что у нас кроме функции вообще ничего нету это будет функция с двумя аргументами которая будет выбирать один из двух своих аргументов true будет выбирать первый аргумент а false будет выбирать второй аргумент тогда работа функции if будет состоять просто в том что она свой первый аргумент p применяет к e1 и e2 и если p это истина то она выберет свой первый аргумент а второй отбросит а если p ложь то она выберет свой второй аргумент Итак, мы получили, что при применении константы true к аргументам e1 и e2 мы получаем e1, а при применении константы false к e1 и e2 должны получать e2. Ну и тогда у нас для true и false выражения фактически уже построены. Лямбда выражения для true – это функция двух аргументов, выдающая свой первый аргумент x. Лямбда выражения для false – это функция двух аргументов, выдающая второй аргумент y. Ну и, соответственно, if – это функция трех аргументов p, x и y, которые p применяет к x и y. Это очень существенный прорыв. Мы поняли, как можно представлять логические значения true и false. И, собственно говоря, самое главное, для чего они нужны – для того, чтобы осуществлять выбор. Ну и вот с помощью такого представления true и false мы можем осуществить выбор. Дальше, конечно, мы можем строить уже и более сложные логические функции. Например, мы можем из логических значений комбинировать новые логические значения. Ну вот, например, end – функция i, функция от двух логических значений p и q. Ну, можно построить в точности по Маккарте, как мы уже строили. То есть я читаю тело этой функции таким образом. Если p, то q, иначе false. Ну, поскольку само логическое выражение p выбирает один из своих аргументов, то я могу это читать действительно как if. Если p, то q, иначе false. Это действительно функция i от двух значений p и q. Аналогично построено или. Функция от p и q – тело, которое можно прочитать так. Если p, то true, иначе q. Not – функция одного аргумента p. Ну, тут пришлось уже посложнее явно написать. Если p, то false, иначе true. Тут вопросов нет, все понятно? Отлично. Тогда поехали дальше. Логические значения построили. Теперь давайте построим следующую по сложности вещь. Как можно из простых значений собирать сложные. Списки мы будем строить. Списки и функции обработки списков. Списки нужны для того, чтобы вот собирать значения. Для этого нам нужны функции, ну вот, которые я из лиспа заимствую здесь. Функции, функция cons, которая из двух элементов собирает пару. Из головы и хвоста собирает пару. Ну и, соответственно, нужны будут функции выборки. Карр и кудр, которые выбирают, соответственно, голову и хвост построенного списка. Ясно, что для того, чтобы собрать а и б во что-то такое единое целое, нам нужно в результате получить некоторую функцию, в теле которой присутствуют сами а и б. Мы тем самым запрятываем а и б внутрь тела некоторой функции. Чтобы потом можно было их извлечь, нужно к этим а и б применить селектор с. Поэтому функция получается вот какой. Это функция от с, где с некоторый селектор, которая селектор применяет к а и б. Итак, функция cons, будучи примененной к а и б, должна выдавать функцию, в теле которой а и б спрятаны. Это мы и будем называть списком, состоящим из а и б, ну или парой, состоящей из а и б, как хотите. Затем, если мы хотим из этого списка или из этой пары извлечь а или б, мы должны этот список применить к подходящему селектору. Вызвать эту функцию с подходящим селектором. А селектор это тоже функция, которая и выдаст нам а или б. Итак, мы должны иметь функцию car, которая, получив некий список, выдает а, и понятно, как она должна работать. Она должна просто применить эту функцию к подходящему селектору. И функция кудр, которая должна при применении к этому же списку получить b. Опять практически уже понятно, как должны быть построены все эти функции. Cons. Функция от x и y, которая строит в результате новую функцию лямбда s, где s применяется к x и y. Ну, это в точности как там написано. Ну, а теперь только еще вот селекторы. В качестве селекторов могут выступать наши логические значения true и false. Это как раз функции, которые выбирают либо свой первый аргумент, либо свой второй аргумент. Селектор true – это как раз функция, выбирающая из двух аргументов первый. Селектор false, false в качестве селектора, из двух аргументов выбирает второй. Поэтому car – это функция от списка, которая список применяет к true, кудр – это функция от списка, которая этот список применяет к false. Разумеется, car и кудр применимы только к списку. То есть к тому, что было построено функцией конс. Я тут не занимаюсь вопросом, какое выражение, ну, что-нибудь разумное из себя представляет. То есть буду считать, что все выражения на самом деле имеют какой-то смысл. И они вычисляются только в том случае, если они имеют какой-то смысл. Так вот, конечно, car и кудр, хотя это и очень общие такие функции, но смысл они будут иметь только тогда, когда их аргументом является список. То есть функция, построенная вот этой функцией конс. Ну, в этом случае все получается хорошо. То есть действительно, если применить конс к произвольным выражениям а и b, а потом, ну, скажем, к этому выражению применить car, то вот сделаем просто подстановку. Сначала конс применяется к а и b. А и b подставляются вместо x и y, соответственно. У нас получается вот такое выражение. А потом car применяется к этому выражению. car – это вот такая функция. Теперь это выражение, этот список лямбда s, s, a, b подставляется вместо аргумента t в тело. Мы получаем вот такое выражение. Ну и, наконец, следующий шаг бета-редукции, когда мы теперь вместо s подставляем вот этот селектор true. True теперь подставляется туда внутрь. Ну, а true, известно, как работает, выдает свой первый аргумент a. Здесь в преобразованиях выражений не было у вас сложностей. Я тут так это вот начал эти бета-редукции применять довольно лихо. То есть, да, берем аргумент, подставляем, получаем. Ну, я надеюсь, что вы уже достаточно привыкли к тому, как работают вот эти бета-редукции, чтобы тут никаких сложностей у вас не возникло. Фактически осталось только понять, а вот сами отдельные атомы как представлять. Ну, то есть, вот что будет в списках вот этим строительным материалом? И с чего мы будем строить списки? Ну, списки строить можно из чего угодно, конечно, но хотелось бы выделять еще такую вещь специальную, как пустой список. Список, не содержащий элементов вообще. Ну, потому что у нас при построении списка всегда это было неким таким базовым значением, на котором мы строили все списки вообще. Так что хочется построить, во-первых, значение nil, пустой список, и, во-вторых, функцию, которая отличала бы пустой список от непустого. Собственно говоря, пустым списком может быть все что угодно. Лишь бы это был ненормальный список. Но нам нужно уметь отличать пустой список от непустого. Ну, хотя бы для того, чтобы функцию car и kudder не применять к пустому списку. Поэтому нам нужно построить функционал, который проверяет список пустой или непустой, такую, что если эту функционал применить к чему-нибудь построенному const, то мы получим false, потому что это не пустой список. А если ту же самую функционал применить к пустому списку, к этому nil, то нужно получить true. Вот если мы придумаем эту функцию null подходящим образом, то, может быть, отсюда будет понятно и, как должен выглядеть nil, так, чтобы этот функционал от него выдавало бы true. Ну что ж, если мы хотим, чтобы функционал от любого такого списка выдавало бы false, то мы можем построить ее вот таким образом. Она свой аргумент, то есть список, применяет к такому селектору, который всегда выдает false. Это селектор, который всегда выдает false. От двух любых аргументов выдает false. Тогда, если мы применим такую функцию null к чему-то построенному const, то фактически мы этот список применим вот к этому селектору, ну и получим false. Теперь нужно озаботиться таким представлением nil, чтобы вот эта самая функция null, будучи примененная к этому самому nil, получила бы true. Ну, это уже просто. Поскольку вот этот nil будет применяться к чему-то, и мы всегда должны получить при этом true, то проще всего написать nil вот в таком виде. Функция, которая просто всегда выдает true. такая тождественная функция, всегда выдающая true. Ну и действительно тогда, давайте посмотрим. Вот проверим, что действительно null от nil выдает true. Ну, это совсем просто. Null от nil, это значит, мы должны вместо t подставить выражение для nil, а эта функция всегда выдающая true. Значит, вместо t подставляем вот эту тождественную функцию, которая, будучи примененна к чему угодно, даже к такому селектору, все равно выдаст true. Ну, можно было бы еще проверить, что null от любого конца от a и b выдает false. Ну, по-моему, я достаточно уже это объяснил. Разумеется, теперь опять на базе этих основных функций const, car, cuder, null и представление для nil мы можем построить сколь угодно сложные списки и сколь угодно сложные функции. Например, функция соединения двух списков, то, что в Haskell обозначалось плюс-плюс. Функция соединения двух списков, join. Ну, я могу построить вот в виде такой вот рекурсивной функции сначала. Такая естественная рекурсивная функция. Join, есть функция от p и q, которая проверяет, если p пустое, то выдает q. В противном случае отделяет от p первый элемент с помощью функции car, применяет рекурсивно функцию join к хвосту списка, к удер, ну и затем все соединяет с помощью функции const. Это рекурсивная функция, но от рекурсии мы знаем, как исправляться. Навесим еще один лямбда, лямбда f. f этот подставим туда вместо рекурсивного вызова и применим ко всему y-комбинатор. Вот это длинное выражение, ну, где, конечно, везде вместо if надо написать выражение для if, вместо null написать выражение для null, вместо y написать выражение для y-комбинатора. Получится такое длинное выражение, никуда не помещающееся. Ну, в результате получим функцию для join. Это, конечно, очень сложное выражение для функции join, но зато в чистом лямбда-исчислении. Арифметика. Арифметика целых чисел. Ну, можно поступить, как поступают в первом классе. Что-нибудь считать. Какие-нибудь палочки. В качестве палочек можно использовать вообще произвольные элементы и говорить, что число – это список. Списки мы уже научились представлять. Значит, число n – это просто список из n чего-нибудь. Все что угодно. Ноль – это пустой список, очевидно. Нил. И мы можем написать функцию sac, которая по данному числу получает следующее за ним, просто присоединив что-нибудь, ну, хотя бы тот же нил, к числу n. И получить список на одну ничку длиннее. В общем, вполне себе подходящий способ, нормальный такой подход к представлению к представлению чисел. Правда, арифметика получается довольно сложная. Значит, итак, любое число n представлено вот таким выражением, где функция cons n раз применяется к нил и результату предыдущего применения cons. Функция пред, которая выдает предыдущее значение, это просто кудр. Правда, непонятно, у нас пока только натуральные числа, мы же работаем только с тем, что можно сосчитать сейчас, это только натуральные числа. Функция кудр работает только с ненулевым значением. Что такое пред от нуля, тем самым, в общем-то, не определено. Ну, то есть посчитать можно, но ничего разумного не получится. Функцию-то применить можно. Хотелось бы, чтобы на самом деле пред от нуля тоже был определен. Мы пока хотим, чтобы наши все функции были всюду определенными. И вот пред от нуля, вообще говоря, обычно полагают тоже равным нулю. Ну, это тоже можно сделать, но чуть сложнее. Дальше. Ну, можно дальше писать там сравнение с нулем. Это просто null. Мы просто проверяем, список пустой или не пустой. Ну, и вся дальнейшая арифметика тоже строится. Она получается простая, но функции получаются достаточно сложные. Например, понятно, что для того, чтобы сложить два числа, нужно соединить два списка. А вы уже видели, что соединение двух списков это очень сложное выражение. Не хотелось бы на самом деле, чтобы функция сложения была бы настолько сложной. на самом деле, когда Чорч представлял лямбда-исчисления, то арифметику моделировали немножко по-другому. И вот сейчас я не уверен, что это именно вариант Чорча, но вот сейчас я представлю некий другой способ представления чисел и, соответственно, операции над ними, более функциональной, в каком-то смысле более естественной, и потому что операции получаются несколько проще. Вся вот сама арифметика получается проще, хотя числа не такие наглядные. Это вот уже не палочки, а нечто более абстрактное. Так что мы немножко из первого класса уходим. Мы будем подсчитывать не элементы списка, а количество применений функции. Каждое число для нас это будет функция двух аргументов, ну вот f и x, в теле которой к аргументу x функция f применяется соответствующее количество раз. Вот ноль это число, в котором f ни разу не применяется к иксу, и поэтому в теле x возвращается неизменным. Ну, попутно мне все время хочется заметить, что здесь ноль на самом деле представлен точно так же, как false, который тоже выдает свой второй аргумент. И это сразу же возбуждает, что а, вот не зря в языке c ложь на самом деле представляется нулем. Ну, нет, это на самом деле в общем некое случайное совпадение. Любое число n будет представлено тоже функцией двух аргументов f и x, в теле которой к аргументу x функция f применяется последовательно n раз. Вот такое представление я выбираю я выбираю для чисел. Ну, на самом деле все строится из нуля. Нуль задан. А дальше все остальные числа мы строим с помощью применения функции sac. Взять следующее значение. Ну, понятно, как взять следующее значение. Нужно еще раз применить функцию. Поэтому функция sac это вот какая функция. Если применить ее к числу n, то мы получим новое значение, новое число, то есть функцию от f и x, в которой n раз f применяется к x, выражение n f x, где n это число, означает, что мы n раз f применяем к x. Мы ведь на самом деле подставляем вот эту функцию f вместо первого аргумента, x вместо второго, и если это действительно число n, то оно применит первый аргумент n раз ко второму аргументу. Так вот, в теле мы n раз применяем f к x, а потом к результату еще раз применяем f. Вот так работает sac. То есть она действительно выдает новое число, следующее число, которое лишний раз применяет f. Ну, добавить применение просто. Убрать применение гораздо сложнее. Мы пока этим не будем заниматься, сейчас посмотрим за то, как просто получается дальше вся остальная арифметика. Вот функция плюс. чтобы сложить два числа m и n нужно m раз функцию sac применить к n. То есть m раз увеличить n на единицу. Ну, вот, собственно, и все. То есть телом этой функции будет вот такое простое выражение. Это гораздо проще, чем работа со списками. хорошо, что и дальше можно наращивать эти функции точно так же просто. Что такое умножение? Умножение это функция, которая умножает m на n следующим образом тело этой функции. Это m раз добавить n к нулю. Плюс n это частичное применение плюсок n. Мы получаем функцию, которая увеличивает на n и затем эта функция применяется к нулю m раз. Мы действительно получаем результат умножения m на n, где m и n натуральные числа. Ну и так далее. То есть вот такое наращивание вот этих функций, там можно построить возведение в степень, там как хотите, уже получается очень просто в таком функциональном виде. вот, например, функция сравнения с нулем. Ну, в том представлении это было совсем просто, это функция null. Здесь чуть сложнее, потому что это функция, которая получает n, и вот ее выражение. Она n раз применяет тождественную функцию, выдающую false к true. Значит, если эта функция ноль раз применит вот эту тождественную к true, то в результате выдастся true. А если хотя бы один раз эта функция применится к аргументу true, то, поскольку это тождественная функция, мы получим false. И таким образом получается, что если eq0 применить к любому n отличному от нуля, то мы сколько-то раз применим вот эту тождественную функцию к true и получим false. И только если n равно нулю, тогда мы ни разу не применим эту функцию и получим true. Любопытное выражение. И тоже, в общем, не очень сложное. Вот функция вычисления предыдущего значения заметно сложнее. Нам нужно убрать одно применение функции f из n. И вот мы должны по n построить вот эту новую функцию. Новое число как функцию от f и x. Здесь достаточно все сложно. Здесь тоже есть некоторая тождественная функция, которая по u выдает всегда x. По любому u. Вот она как раз ответственна за то, чтобы съесть один раз применение функции f и вместо него выдать аргумент x вместо этого применения. Есть тождественная функция. И есть довольно сложное такое выражение, которое n раз применяет вот такую функцию h от g от f к вот этим двум аргументам. Я не знаю, как понятными словами объяснить, что действительно в результате вот такого вызова n раз этой функции от двух вот этих аргументов один раз произойдет съедение функции f, а все остальные разы оно применится. Хорошо еще то, что на самом деле этот вариант функции пред работает тоже и если в качестве аргумента n задать ноль. Пред от нуля будет выдавать ноль, а не бессмысленное значение. И это в общем тоже неплохо. Ну вот пред ноль в общем-то просто работает. Если мы ни разу не применяем вот эту функцию ни к чему, то там все получается просто. Я рискну выписать, что при этом происходит. Значит, ноль раз применяется вот эта вот функция к двум аргументам. Поэтому на самом деле мы берем только лишь первый аргумент фактически и в теле функции вот этот первый аргумент, который получился, применяется ко второму. Ну, эта функция в каком-то смысле тождественная, она всегда выдает х от любого аргумента, что бы тут ни было, поэтому действительно получается наше выражение для нуля. Ну, можно еще посмотреть, что пред от единицы тоже равен нулю, и увидеть, как здесь происходит вот это вычитание, вычитание единички. Но это займет у нас довольно много места. Значит, итак, вот функция пред, вот выражение для единицы, которое один раз функцию f применяет к иксу, и вот мы применяем пред к единице, подставляя эту единицу на место n в тело функции. Вот эта единичка, подставленная вместо n. Ну вот, теперь мы n раз применяем один раз применяем вот эту функцию к выражению лямбда у точка икс, к этой тождественной функции. Если мы один раз применим, то мы на самом деле получим вот такое выражение. То есть вот эта функция применяется к своему аргументу. Что здесь происходит? Этот аргумент подставляется сюда вместо g. вот он. g применяется к f. Но здесь это тождественная функция. Она с этим f ничего не делает. Она его съедает. В результате получается чистый x. а потом уже вступает в действие вот эта тождественная функция. И вместо h подставляется вот эта тождественная функция. Ну тождественную функцию сколько раз не применяй, она все равно будет выдавать одно и то же. поэтому получается применение тождественной функции к x. Ну и здесь мы получили действительно ноль. Съели вот это применение f. Ну если хотите поэкспериментируйте еще, чтобы окончательно понять, как это все работает, можете сделать преобразование, чтобы посмотреть, чему будет равно пред от двух. Но у меня уже терпения на это не хватит. Ну вот здесь все вот эти арифметические значения преобразования удается записать без рекурсий. На этом я закончу разговор про чистые лямбда исчисления. Давайте сделаем перерыв.